Ситуация в Сирии. Наиболее сложная обстановка в этом государстве остается в неподконтрольных правительствах районах, прежде всего в Эдлибской зоне деэскалации и на восточном берегу реки Ефрат. В Зайфрате мы продолжаем вместе с Анкарой работать над выполнением меморандума от 22 октября. Работа ведется по двум направлениям – предотвращение рецидивов боевых действий и выправление гуманитарного положения. Для решения первой задачи был завершен отвод курдских формирований от границы с Турцией, также налажено регулярное совместное патрулирование. Создана демилитаризованная зона по периметру района операции «Источник мира» и функционирует российско-турецкий коордиационный центр. На гуманитарном треке российские специалисты оказывают медицинскую помощь мирным жителям – порядка 3000 пациентов, также проводят акции по раздаче продовольственных наборов нуждающимся общим весом около 5 тонн и восстанавливают объекты воды и электроснабжения. В этой связи мы обратили внимание на доклад УКГВ ООН, посвященный ситуации в расположенном на северо-востоке страны лагеря беженцев Аль-Хауль. Как вы знаете, за его судьбой мы пристально следим. ООН-овцы отметили стабилизацию обстановки. Этого удалось добиться во многом благодаря усилиям правительства Сирии. Работающие в заеврате гуманитарные организации быстро восстановили минимальный необходимый уровень медицинского обеспечения в Аль-Хауле и налаживают устойчивый гуманитарный доступ в лагерь. В настоящее время там проживают около 69 тысяч человек. Несколько сотен внутренне перемещенных лиц уже вернулись с места своего постоянного проживания на подконтрольные сирийским властям территории в Идлибе. Обстановка остается сложной. Террористы не прекращают обстреливать близлежащие районы, подвергая угрозе мирных жителей внутри и снаружи зоны деэскалации. Каждый день отмечаем порядка 40 атак. Например, 4 декабря джихадисты обстреляли спортивный клуб в Тель-Рифаати, это провинция Алеппо. Там погибло 8 детей, 13 получили ранения. Днем ранее в результате еще одного инцидента на юге Алеппо погиб 6-летний мальчик. Его мать и двое братьев серьезно пострадали. Мы вновь подчеркиваем, что Идлибская проблема не решится, пока там правят бал террористы. Вчера в Нур-Султане, как вы знаете, завершилась 14-я международная встреча по Сирии в астанинском формате. Напомню, что совместное заявление России, Турции и Ирана опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел России. Динамика работы этого формата наглядно свидетельствует о его востребованности и эффективности. Астанинский формат объединил не только тройку стран-гарантов, еще раз, Россия, Иран и Турция, но также сирийские стороны. Это правительство и вооруженная оппозиция, а также ООН, арабских соседей Сирии, Иордания, Ливан и Ирак. И, как ожидается, участники мероприятия подробно обсудят обстановку на земле в Сирии борьбу с терроризмом, решение насущных гуманитарных задач, оказание помощи в возвращении беженцев, укрепление мер доверия, включая освобождение насильственно удерживаемых лиц и продвижение процесса политического урегулирования. Это тема, которая уже была рассмотрена в ходе заседания формата, и будет также отслеживаться участниками этого формата и далее. 21 ноября сирийские власти при посредничестве российских военных освободили 120 заключенных, что является важным гуманитарным жестом. Сирия продолжает восстанавливать экономические и общественно-политические связи с арабским окружением. В ближайшее время планируется начать экспорт сирийских цитрусов в Ирак. Поставка будет осуществляться наземным транспортом через недавно возобновивший свою работу пограничный переход Абу-Кемаль. Руководство Союза журналистов Сирии приняло участие в состоявшемся в Рияде заседании Арабского Союза журналистов. Местные комментаторы указывают, что для официальных сирийских лиц данная поездка в Саудовскую Аравию стала первой за последние годы. Делегация сирийских парламентариев приняла участие и в состоявшемся в Риме заседании парламентской ассамблеи Средиземноморья. Она была посвящена борьбе с международным терроризмом. Сирийский частный авиапереводчик Шам Винкс в середине месяца возобновляет полеты в Западную Европу. Напомню, они были прерваны в 2012 году. Рейсы в Берлин будут осуществляться дважды в неделю из международного аэропорта Дамаска. А на следующий год предполагается также начать летать и в Дюссельдорф.